Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Сегодня на уроке вы познакомитесь со следующими темами род, число, падеж, имен прилагательных, а также степени сравнения имен прилагательных. Сегодня к концу урока мы с вами обобщим, как определяется род, число, падеж у имен прилагательных, а также вы ответите на вопрос, какие степени сравнения есть у имен прилагательных и как они образуются. Ребята, вспомним, что такое имя прилагательное. Да, ребята, правильно, имя прилагательное это самостоятельная часть речи. На какие вопросы отвечает имя прилагательное и что обозначает? Прилагательное обозначают правильно признак предмета и отвечают на вопросы какой, чей. Как изменяются имена прилагательные? Правильно, ребятки, имена прилагательные изменяются по родам, числам, падежам. В предложениях они связаны правильно с именем существительным. Род, число, падеж имен прилагательных определяется по существительному, к которому они относятся. Чем являются в предложении имена прилагательные? Правильно, чаще всего в предложении прилагательные бывают определением. Вспомните, на какой вопрос отвечают прилагательные мужского рода и какие окончания имеют в именительном падеже? Правильно, отвечают они на вопрос какой, окончание ой, и, и. Среднего рода в именительном падеже вопрос какое, правильно, окончание ое, ее. Женского рода в именительном падеже отвечают на вопрос, какая окончание ая, яя. Вот, ребята, мы вспомнили с вами, что такое имя прилагательное, что оно обозначает и как оно изменяется. Прочитайте текст. Как вы считаете, что общего у выделенных прилагательных? В детстве все было другим. Ярче было солнце, сильнее запах полей, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе, и в тысячу раз была загадочнее земля, родная земля, самое великолепное, что нам дано для жизни. Ребята, обратите внимание на выделенные прилагательные. Ярче, сильнее, громче, обильнее, выше, шире, острее, загадочнее, самое великолепное. Что объединяет данные прилагательные? Да, ребята, правильно, все эти прилагательные обозначают признак предмета, который употребляется в большей или меньшей степени. Итак, ребята, тема нашего урока – степени сравнения имен прилагательных. Ребята, прилагательные могут иметь степени сравнения. У прилагательных две степени сравнения – сравнительная и превосходная. Сравнительная степень показывает, что в том или ином предмете признак проявляется в большей или меньшей степени. Например, первая задача легче второй. Первая задача более легкая, чем вторая. Ребята, сравнительная степень и превосходная степень имеют простую и составную форму. Обратим внимание, как образуется простая форма сравнительной степени. Первое. Она образуется при помощи суффиксов. Ее, ей, е, ше. Иногда при присоединении суффиксов е и ше от основы начальной формы отсекаются суффиксы ка, ок, йог. Например, красивый, красивее. Суффикс ее. Веселый, веселее. Суффикс ее. Далекий, дальше. Суффикс ше. Ребятки, вот этот суффикс йог, он отсекается при образовании простой формы сравнительной степени. От прилагательных маленький, плохой, хороший форма сравнительной степени образуется от другой основы. Например, маленький – меньше, плохой, хуже, хороший – лучше. Простая форма сравнительной степени не изменяется ни по родам, ни по числах, ни по падежам. У этой формы нет окончания. В предложении эта форма чаще выступает в роли сказуемого, реже – в роли определения. А теперь понаблюдаем, как образуется составная форма сравнительной степени. Она образуется при помощи присоединения слов «более» или «менее» к начальной форме прилагательного. Например, «более сильный». Ребята, не забывайте, что слова «более», «менее» должны прибавляться к полной форме прилагательного. «Менее интересный» также «менее» присоединяется к полной форме прилагательного. Эта форма изменяется как полная прилагательная по родам, числам и падежам. Предложение выступает в роли определения или сказуемого. «Превосходная степень» – она показывает, что тот или иной предмет превосходит все остальные предметы по какому-либо признаку. Например, Каспий – крупнейшее озеро в мире. Слово «крупнейшее» – это прилагательное, употребленное в форме превосходной степени. Простая форма. Каспий – самое крупное озеро в море. Самое крупное – это, ребята, составная форма превосходной степени. Обратите внимание, как образуется простая форма превосходной степени. Она образуется путем прибавления суффиксов «айш» после шипящих и «ейш» к основе начальной формы прилагательного. «Красивый», «красивейший». К основе, ребята, прилагательного «красивый» прибавляется суффикс «ейш». «Тонкий», «тончайший». Здесь, ребята, происходит чередование. Обратите внимание, «к» чередуется со звуком «ч». «Строгий», «строжайший» берется основа прилагательного, прибавляется суффикс «айш». И здесь тоже происходит чередование. «Г» чередуется с «ж». Эта форма, ребята, изменяется по родам, числам, падежам. Предложение чаще всего выступает в роли определения. Составная форма превосходной степени. Она образуется двумя способами. Первый способ – путем прибавления слов «самый», «наиболее», «наименее» к полной форме прилагательного. Например, самый крепкий, «наиболее крепкий», «наименее важный». Второй способ образуется при помощи простой формы сравнительной степени и слов «всего», «всех», «умнее всех», «больше всего». Ребята, обратите внимание, формы превосходной степени, которые образуются с помощью слов «самый», «наиболее», «наименее», эти формы прилагательного изменяются по родам, числам и падежам. А форма, которая образуется от простой формы сравнительной степени, она не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по падежам. В предложении чаще всего эти формы выступают в роли определения. Ну а теперь закрепим тему. Для этого выполним упражнение 432. Прочитайте. Найдите прилагательные в форме сравнительной и превосходной степени. «Я не видел природы красивее, чем в шуше». «Красивее» является сравнительной степенью прилагательного. У него есть суффикс «ея». Этот рассказ более интересный, чем тот, который я читал на прошлой неделе. «Более интересный», правильно, «сравнительная степень». Здесь есть слово «более». «Мы любовались видом Баку самой высокой точки города». «Самой высокой», правильно, «превосходная степень». Слово «самый» указывает на «превосходную степень». Это сложнейший способ решения проблемы. Слово «сложнейший» является правильно, «превосходной степенью». Здесь есть суффикс «еж». «Художник подарил нам самое красивое изображение моря». «Самая красивая», правильно, «превосходная степень». «Составная форма». Слово «самое» указывает на то, что это слово относится к превосходной степени. Эта книга интереснее предыдущей. Слово «интереснее» правильно относится к сравнительной степени. Есть суффикс «ея». «Я нашел на карте высочайшие горы в мире». Слово «высочайшие», правильно, «превосходная степень», суффикс «айш». Выполним следующее задание. Впишите имена прилагательные в таблицу. Есть ли среди них прилагательные, которые нельзя вписать в таблицу? В первую графу вписывайте прилагательные в сравнительной степени, во вторую графу прилагательные в превосходной степени. Огромнейший. Да, ребята, суффикс «ейш» указывает на превосходную степень. «Великий». Слово «великий» не имеет степени сравнения. Это начальная форма. Мы ее не будем записывать. Да, ребята, суффиксы тоже выделяйте. Самый большой. Слово «самый» указывает на превосходную степень. Записывайте во вторую графу. Мудрейший. Правильно, суффикс «ейш» – превосходная степень. Здоровее. Суффикс «ее». Правильно, сравнительная степень. Более смелый. Слово «более» показывает, что это слово в сравнительной степени. Трусливее. Суффикс «ее». Сравнительная степень. Тоньше. Суффикс «ше». Сравнительная степень. Самый маленький. Слово «самый» – это превосходная степень. Присоединяется к прилагательному и образует превосходную степень. Сильный. Слово «сильный» употреблено в начальной форме, поэтому оно не имеет степени сравнения. Наименее жестокий. Слово «наименее» говорит о том, что это прилагательное в превосходной степени. Добрый. Начальная форма прилагательного. Менее нежный. Менее нежный. Правильно. Сравнительная степень. Слово «менее» указывает на сравнительную степень. Меньше. Правильно. Сравнительная степень. Лучший. Правильно. Превосходная степень. Дальше всего также является превосходной степенью. Она образована с помощью слова «всего». Итак, ребятки, вот мы с вами сегодня отработали, как определять степени сравнения и как их образовывать. Ребята, рассмотрите картинки, найдите и исправьте ошибку. Самый верный, наиболее умный, наименее вкусный, более глубже, ближайший, сильнее всех, легче. Правильно, ребятки, ошибка в выражении более глубже. Ребята, слова «более», «менее», «самый», «наиболее», «наименее» прибавляются к начальной форме, к полной форме прилагательного. А в данном случае прибавили более простой форме сравнительной степени. Поэтому это является ошибкой. Правильная форма будет более глубокий. Итак, ребята, наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке вы познакомились со степенями сравнения имен прилагательных, а также узнали, как образуется простая и составная форма сравнительной и превосходной степени. Ребята, берегите свое здоровье. Не забывайте при выходе на улицу, надевать маску, соблюдать все правила гигиены, мыть часто руки и держать социальную дистанцию в общественных местах. Я вам желаю всего хорошего. До свидания. До следующих встреч. Здравствуйте, ребята. Тема, которую мы с вами будем сегодня проходить, это неравенство. Давайте рассмотрим следующий пример. И на данном примере мы научимся решать наше неравенство. Каковы целые числа, удовлетворяющие неравенству х плюс 8 меньше чем 11? Когда мы с вами решали линейные уравнения, мы использовали знак равенства. Теперь, когда мы будем с вами решать неравенство, мы будем с вами пользоваться следующими знаками. Больше, меньше, больше или равно, меньше либо равно. Теперь давайте рассмотрим следующий пример. Вот нам дали неравенство х плюс 8 меньше чем 11. Как же мы его должны решить? Мы, не обращая внимания на наш знак, как и мы решали наше линейное уравнение, мы переносим число 8 в правую часть с противоположным знаком. У нас получается х меньше чем 11 минус 8. Х будет меньше 3. То есть наши переменные будут меньше чем 3. Это могут быть какие значения? Это может быть 1, может быть 2, но 3 не может быть. Почему? Потому что у нас здесь строго меньше. Если бы у нас был бы знак меньше или равно, то 3 мы могли бы взять. Но здесь, так как у нас хотят целые числа удовлетворяющие неравенству, то у нас здесь может быть и 0, и минус 1, и минус 2, и так далее до минус бесконечности, ребят. Значит, у нас какие значения будут? От минус бесконечности до 3. И скобка у нас будет круглая, так как у нас знак строго меньше. От минус бесконечности до 3. Давайте рассмотрим следующий пример. Какие из чисел 2, 3, 4, 8 и 6 являются решением данного неравенства х минус 9 больше чем 12? Аналогичным образом мы должны решить данное неравенство х минус 9 больше чем 12. Опять мы минус 9 переносим в правую часть с противоположным знаком. У нас получается х больше 12 плюс 9. Х больше чем 21. То есть какие значения наш х принимает? больше чем 21. А нам дали числа 2, 3, 4, 8 и 6. Данные числа, они не входят в данный промежуток, то есть данный интервал. Почему? Потому что х у нас больше чем 21, а данные значения, они меньше чем 21. Поэтому данные числа у нас не удовлетворяют нашему неравенству. При помощи математических знаков запишите следующее неравенство. Давайте рассмотрим А пункт. Число К больше числа 5. Как мы это можем записать? Вот число К больше числа 5. Вот мы записали наше неравенство. Следующий В пункт. Число М больше или равно числу 20. Давайте число Х меньше С. И Г-вариант. Число П меньше или равно числу 32. Давайте запишем. Число П меньше или равно числу 32. Вот мы записали с помощью математических знаков наше неравенство. Давайте рассмотрим следующие примеры. Первый пример. Х плюс 16 меньше или равно 24. Мы число 16 переносим в правую часть с противоположным знаком. У нас получается Х меньше или равно 24 минус 16. Х меньше или равно 24 минус 16 получается 8. Таким образом наш Х принимает все значения от минус бесконечности до 8. И 8 у нас включительно в данный промежуток. Почему? Потому что у нас меньше или равно знак. Когда у нас знак меньше либо равно или больше или равно, то мы ставим квадратные скобки. На числовой оси мы можем это обозначить. Посмотрите. 8. Так как у нас меньше или равно, данная точка должна быть закрашенная. Если меньше у нас спрашивают, то меньше мы заштриховываем это все в левую сторону. Потому что в левой стороне от 8 находятся все значения меньше, чем 8. Поэтому в левой стороне у нас минус бесконечность, в правой стороне плюс бесконечность. Таким образом все значения меняются от минус бесконечности до 8, включительно и в квадратных скобках. Вот мы с вами решили первое неравенство. Давайте рассмотрим второе неравенство. Минус 17 мы переносим вправо с противоположным знаком. Получается А больше чем 12 плюс 17. А больше чем 29. На числовой оси мы это обозначим. 29 больше чем 29. Это мы с вами заштриховываем в правую часть. Мы сказали, что в правой части плюс бесконечность, поэтому наш А меняется от 20 до плюс бесконечности. Плюс бесконечность, минус бесконечность. У нас всегда круглые скобки. Так как у нас здесь строго больше нуля, поэтому здесь у нас тоже будут круглые скобки. И последнее неравенство рассмотрим. 7А меньше чем 28. А меньше чем 28, деленное на 7. И А меньше 4. На числовой оси мы это обозначаем. 4 мы ее не закрашиваем, потому что строго меньше. И все это штрихуем в левую часть. В левой части мы сказали минус бесконечность, поэтому наше значение меняется от минус бесконечности до 4. И круглые скобки. Вот мы с вами рассмотрели следующее неравенство. На этом наша тема окончена. Мойте руки, носите маски, берегите себя. До свидания. Здравствуйте, дорогие шестиклассники. Сегодня мы с вами порешаем задачи на тему материя. Вы помните, что материя – это объективная реальность, которая существует вне сознания человека. То есть мы с вами материи называли все, что существует вокруг нас. И с вами сегодня попытаемся разобраться. Первая задача. Отметьте в пустых клетках данные связанные системы от простого до сложного. Нам даются следующие слова. Молекула, вещество, плазма, ядро, твердое тело, атом, жидкость и газ. Мы с вами сейчас эти слова должны расположить таким образом, чтобы вначале стояла самая простая, то есть самая простая связанная система, и в дальнейшем она усложнялась. Давайте посмотрим, как мы с вами это можем сделать. Посмотрите внимательно. Составим такую табличку и начинаем записывать. Первое, самое простое из предложенных нами – это ядро. Мы с вами знаем, что ядро – это то, что находится внутри атома. Соответственно, атом является более сложным состоянием, более сложной связанной системой, потому что внутрь атома входит ядро, но атом тоже куда-то входит. Атом входит в состав молекулы, значит, молекула – более сложная связанная система. Следующее – это вещество, потому что мы с вами говорили, что все вещества состоят из молекул, но вещества могут быть в четырех разных состояниях. Это твердое тело, жидкость, газ и плазма. Таким образом, мы с вами составили эту табличку и расположили все связанные системы по мере их усложнения. Давайте рассмотрим вторую задачу. На рисунке представлены схемы различных связанных систем. Какие из них являются планетарными моделями атома? Какие являются положительным ионом? И какие являются отрицательным ионом? Давайте с вами вспомним. Вот мы с вами нарисовали непосредственно сам атом. Давайте с вами посмотрим. Внутри это ядро. Из чего же у нас состоит наше ядро? Посчитали, сколько внутри у нас плюсиков? Видите, 8. Значит, мы с вами написали протонов 8, потому что протоны – это положительно заряженные частицы, которые входят в состав ядра атома. По орбитам вокруг ядра вращаются электроны. Электроны отрицательные. Давайте посчитаем, сколько минусов у нас вращается по орбите. Вот мы с вами посчитали, получили значение минусов 9, значит, электронов было 9. Получается, что электронов больше, чем протонов, то есть минусов больше, чем плюсов. Значит, данная связанная система является отрицательным ионом. Давайте с вами рассмотрим следующий пример. Вот у нас в ядре, давайте посчитаем, сколько протонов внутри 7 плюсиков. Вот мы написали протонов 7. По орбитам вокруг вращаются, посчитали, сколько кружочков со знаком минус, получили 6. Значит, электронов у нас 6. Посмотрели, что протонов больше, чем электронов, значит, плюсов больше, чем минусов. В результате у нас получился положительно заряженный ион. Давайте рассмотрим следующую атомную систему. Посмотрите, внутри посчитаем 5 протонов. Посчитаем, сколько электронов вокруг вращаются, тоже значение 5. Значит, количество плюсов и минусов у нас одинаковое. Это означает, что данная связанная система является нейтральным атомом. Давайте рассмотрим третью задачу. Дается нам такая связанная система. Мы с вами должны определить, сколько протонов, сколько нейтронов и сколько частиц находятся внутри ядра. Давайте посчитаем. В ядре, то есть внутри, у нас 7 кружочков. Значит, мы написали 7 частиц. Посчитали, сколько внутри у нас плюсов. Плюсов получилось 3. А плюсы – это протоны. Написали 3 протона. Соответственно, если мы хотим найти, сколько у нас было нейтронов, то есть частиц, где не написаны знаки, потому что они нейтральные, не имеют заряда, мы должны от общего количества частиц в ядре, то есть от 7, отнять число протонов 3, получаем 4. 4 – это количество нейтронов внутри ядра. Количество электронов в нейтральном атоме всегда равно количеству протонов. Во-первых, мы с вами это видим. Посмотрите, внутри 3 плюса, по окружности 3 минуса. Плюсы и минусы одинаковые, являются нейтральным атомом. Давайте рассмотрим следующее. Если у нас внутри, посмотрите, сколько у нас частиц, давайте посчитаем, у нас 6 частиц. Значит, 6 протонов положительных. Посчитаем, сколько у нас нейтронов. Если нейтронов у нас значение будет равно 7, значит, если мы хотим найти общее количество частиц, содержащиеся внутри ядра, мы должны к числу протонов, то есть 6, добавить число нейтронов, то есть 7, и мы получаем, что внутри ядра 13 частиц. Но количество протонов 6, и у нас, видите, количество электронов тоже было равно 6. Соответственно, у нас количество нейтронов внутри ядра просто не нарисованы, но мы знаем, что они нейтральные, находятся внутри самого ядра. Четвертая задача. Ядро частицы состоит из 8 протонов и 8 нейтронов, а вокруг ядра вращаются 10 электронов. Как называется эта частица? Давайте посмотрим по условию нашей задачи. Протонов, то есть положительных зарядов, 8. Электронов, то есть отрицательных зарядов, 10. Мы сравниваем, чего было больше было отрицательных зарядов, то есть электронов. Раз электронов больше, значит, данная частица будет называться отрицательным ионом. Следующее. Если ядро частицы состоит из 9 протонов и 9 нейтронов, а вокруг ядра вращаются 8 электронов. Как называется эта частица? Ребята, давайте подумаем. Давайте опять же так проанализируем. Сколько у нас было плюсов? 9. Вот, посмотрите, 9 протонов. А сколько минусов? Минусы эти электроны. Значит, написали 8 электронов. Давайте сравним, чего у нас было больше. У нас больше было положительных зарядов. Значит, данная частица будет называться положительным ионом. Следующая задача. Какие частицы имеют электрический заряд? Давайте с вами будем анализировать каждый ответ из приведенных. Атом является электрически нейтральной частицей. У нее нет заряда. Ядро атома, мы с вами сказали, состоит из протонов и нейтронов. Протоны положительные. Нейтроны не обладают зарядом. Значит, ядро атома в целом является положительным. То есть, есть заряд. Значит, это правильный ответ. Нейтрон – это частица, которая не обладает зарядом. Она нам не подходит. Молекула в целом является электрически нейтральной частицей, поэтому не обладает зарядом. Протон – это то, что входит внутрь ядра положительная частица, у нее есть заряд. И ионы бывают двух видов – положительный или отрицательный. Но в любом случае ион является заряженной частицей. В этом случае у нас получается три правильных ответа. Вариант Б, вариант Е и вариант Ф. Рассмотрим седьмую задачу. Какой прибор нужен для измерения длины пройденного пути при помощи вращающихся колес велосипеда? Нам даются разные варианты ответов. Вариант А. Мензурка. Вот у нас мензурка. Давайте вспомним. Мензурка – это прибор для определения объема жидкости. Мы с вами наливаем туда жидкость, воду, например, и определяем, какой объем воды у нас был. Или при помощи мензурки мы с вами можем определить объем небольшого твердого тела. Если мы с вами в мензурку нальем воду, туда опустим небольшое твердое тело, уровень воды будет подниматься. По разнице объемов мы можем с вами определить объем этого твердого тела. Но в любом случае, мензурка – это прибор для измерения объема. Давайте посмотрим второй прибор, который нам предлагают. Курвиметр. Вот что из себя представляет курвиметр, для чего он нам с вами нужен. Посмотрите, здесь вот внизу такое есть колесико, а наверху ручка. Если мы будем держать за эту ручку, и этот прибор будем двигать по географической карте, например, по линии протяженности какого-то горного массива, мы с вами можем определить по географической карте расстояние между какими-то телами. Значит, курвиметр нам тоже не подходит. Следующий прибор нам предлагают – штангенциркуль. Посмотрите, ребята, штангенциркуль, что из себя представляет, это прибор для измерения расстояния. Длины, например, толщины, ширины. Но он чем интересен? То, что он позволяет определять очень маленькие расстояния. Например, нам нужно определить диаметр проволочки. Проволочка, она очень тоненькая, при помощи линейки нам это не получится сделать. Посмотрите, мы вот между этими двумя зубчиками располагаем проволочку. Вот этот зубчик может двигаться, посмотрите по рисунку. Мы сдвигаем его до того, чтобы он соприкоснулся с нашей проволочкой, и таким образом мы здесь можем определить ее диаметр. То есть штангенциркуль – это прибор для определения очень маленьких каких-то расстояний, тоже нам не подходит. Вариант Д – это весы. Весы, мы с вами знаем, это прибор для определения массы. Неважно, это электронные весы или рычажные весы. Они в любом случае, определяя значение массы, тоже не подходят. И вариант Д – одометр. Что это за прибор? Вы наверняка такой прибор видели в машине. Такой прибор можно поставить на руль велосипеда. Этот прибор определяет значение расстояния по вращению колеса. Таким образом, это у нас получается правильный ответ. То есть у нас велосипед двигается, и при помощи этого прибора мы можем определить, какое расстояние мы проехали. Восьмая задача. На рисунке представлены мензурка, термометр и три линейки. Нам нужно определить цену деления и погрешности этих приборов. Давайте вспоминать, что цена деления – это расстояние между двумя ближайшими штрихами. Чтобы определить цену деления, надо взять два ближайших числа, от большего отнять меньшее и разделить на число штрихов между ними. Давайте посмотрим. Первый прибор – это у нас мензурка. Составим такую табличку. В табличке так и напишем. По порядку мензурка, термометр и три линейки. Будем для каждого определять цену деления и погрешность. Для того, чтобы определить цену деления мензурки, я взяла два ближайших числа, например, 150 и 100. Вы могли взять какие-то другие числа. Вот мы от 150 отнимаем 100 и смотрим, между этими двумя числами у нас 10 делений. Разделили на 10, получили 5 мл. То есть каждое маленькое деление на нашей мензурке равно 5 мл. Чтобы найти погрешность, мы с вами знаем, мы число цены деления должны разделить на 2. Получаем 2,5 мл. Записываем в нашу табличку. Цена деления 5, погрешность 2,5. Давайте рассмотрим следующий прибор. Следующий прибор у нас термометр. Берем два числа, например, 20 и 10. 20 отнимаем 10, смотрим, сколько черточек между этими двумя числами. 2 разделили на 2, получили 5 градусов Цельсия. Это цена деления. Опять же, для того, чтобы найти погрешность, мы это число делим на 2, получаем 2,5 градусов Цельсия. Записываем в нашу табличку. Цена деления 5, погрешность 2,5. Рассмотрим с вами линейки. Посмотрите, линейки у нас разные и числа разные. На первой линейке возьмем два числа, например, 2 и 1. Между ними 10 делений. Записали 2 минус 1 делим на 10, получаем 0,1 см. Это цена деления в верхней линейке. Это число разделили на 2, получили 0,05. Это у нас погрешность. И записали это значение в табличку. Рассмотрим вторую линейку. Посмотрите, возьмем два числа, например, 20 и 10. Между этими числами у меня 5 штрихов. Разделили на 5, получили 2 см. 2 делим на 2, получаем 1 см. Таким образом, цена деления 2, погрешность равна 1. И последняя наша линейка. Посмотрите, возьмем числа, например, 15 и 10. От 15 и 10 разделим на 5, получаем значение 1 см. Это цена деления. Разделили на 2, получили 0,5 см. Записали в нашу табличку. Таким образом, мы с вами научились определять цену деления погрешности разных приборов. Ребятки, давайте с вами не забывать, что надо учить параграфы, надо выполнять задания после параграфов, обязательно просматривать обобщающие задания, делать упражнения после тем, научиться решать задачи на пройденной теме. Я вам желаю удачи в изучении этой темы. Вы научитесь обязательно, напишите в тетрадочке и разберете все задачи, которые я вам сегодня объяснила. И, конечно, не забываем следить за чистотой рук и быть здоровыми. До свидания, всего доброго.